Но потом. Уважаемые братья. Всевышний Аллах, субханаху а-та'аля, почтил человека. Аллах, субханаху а-та'аля, сказал в Коране «Я почтил человека, сотворил его Аллах, субханаху а-та'аля». Халақаль-инсан. Творение человека принадлежит Всевышнему Аллаху, субханаху а-та'аля. Аллах, субханаху а-та'аля, придал форму, облик, вздохнув душу в человека. Поэтому одно из качеств, один из цифатов Всевышнего Аллаха, то, что Он придал человеку облик. Он наделил слухом, разумом, зрением. Об этом Аллах говорит в Куране. Повелел ангелам сделать поклон человеку. Как Аллах повелел ангелам сделать поклон, когда сотворил Адама, алейхи салям. Он сотворил человека в наилучшем образе, в наилучшем облике. Аллах наделил человека разумом, пониманием, также способностью говорить, различать. Адарил его бесчисленными благами, подчинил все, что есть в небесах, на небесах и на земле. И Аллах говорит в Куране. Мы почтили сынов Адама и носили их по суше и по морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над множеством других созданий, говорит Всевышний Аллах. О рабы Аллаха, поистине один из отвратительных обычаев, существующих, к сожалению, во все времена до ислама и сейчас тоже это видится. Это то, что обычаи возвеличивать своих предков, гордиться своим родом или племенем и хвалиться своим происхождением. При этом осуждать других за их происхождение и делить людей по признакам, независимым от них самих. Такой-то безродный, такой-то неимущий, такой-то бедный, такой-то слабый, такой-то краснокожий, такой-то темнокожий. Такое поведение было свойственно людям во времена джагилия, во времена невежества. Аль-Хамду Лилля, Ислам отменил превосходство одних людей над другими по признаку богатства, происхождения, влияния, чина, цвета кожи или расовой принадлежности. Он воспитал Ислам особым образом, дав им правильный и справедливый стандарт превосходства одних людей над другими. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что только богобоязненность, только богобоязненность и благие дела дают одним людям превосходство над другими. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Нету превосходства арабам на дне арабам, кроме как по богобоязненности. Когда был фетх Мекка, когда было открытие Мекки, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к людям с речью. То есть открытие Мекки, аль-Хамду Лилля, Ислам распространился. Те сахабы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал хиджеру, вернулся в Мекку, открыл Мекку, освободил Каабу от идолов, от идолов поглотничества, И обращился к людям с словами, амма ба'т, Эйюха ннас, инна Аллаха قад аذهб анкум, инна Аллаха قад аذهб анкум, عубията الجاهлияти вафахраха, Аль-насу ра-джулан, му-минун та-кийун кариемун аля Аллах, вафа-джирун ша-кийун ха-йинун аля Аллах, О, люди, поистине Аллах удалил от вас фанатизм и гордость времен невежества, гордость времен джاهлии. Люди делятся на два вида, богобоязненный верующий, почтенный Аллахом, субханаху ва-та-аля, и несчастный грешник, униженный Аллахом, субханаху ва-та-аля. После этого он прочитал строки со священного Кур'ана, О, люди, поистине мы создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас, самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный, поистине Аллах, знающий, видающий, сказал Всевышний Аллах, субханаху ва-та-аля, в Кур'ане. Говорит, однажды пророка, салалаллаху ва-та-аля, спросили, О, посланник Аллаха, кто является самым благородным из людей? На что пророк, салаллаху ва-та-аля, сказал, самый богобоязненный из них. Люди сказали, мы не спрашиваем тебя об этом. Тогда Юсуф, сын пророка Аллаха, сын приближенного друга Аллаха, субханаху ва-та-аля. То есть Юсуф, алейсалям, сын Якуба, алейсалям, Якуб, сын Исхака, Исхак, сын Ибрахима, алейсалям. На что люди опять сказали, мы спрашиваем тебя не об этом, у посланника Аллаха. Тогда пророк, салаллаху ва-та-аля, сказал, значит, вы спрашиваете меня о предках арабов. Лучшие из них во времена невежества остались лучшими и в исламе, если только они усвоили установление религии. Приводит хадис Бухари, муслим. О, раби Аллаху, о, братья, сколько на сегодняшний день, даже среди молящихся, вот этот вот стандарт, как бы, он не заключается. То есть люди относятся хорошо к человеку не по его ахляку, не по его нравственности, качеству, не по его богобоязненности, поклонению. Этот богатый, этот уважение такой, у этого такой капитал. Ислам отменил это. И нам Аллах, салаллаху ва-та-аля, говорит, инна акрама кума инда Аллаха, эт каакум. Наилучший из вас перед Аллахом, субхану ва-та-аля. Этот творец, Создатель говорит, наилучший из вас, тот, кто более богобоязненный, говорит, священно Аллах, субхану ва-та-аля. Пророк, салаллаху ва-та-аля, сказал, может быть так, что Аллах будет постоянно исполнять клятву человека с растрепанными волосами, покрытого пылью и отгоняемого от дверей, когда такой человек клянется им, раба-ху-муслим. Абу Хурейра также передает, что одна женщина подметала, темнокожая женщина подметала пол в мечети. И вдруг посланник Аллаха, салаллаху ва-та-аля, ее не увидел какое-то время и спросил, где она. Тогда сказали, что она умерла, она погибла. На что пророк, салаллаху ва-та-аля, сказал, почему вы мне не сказали об этом? То есть у посланника Аллаха мы не хотели, как бы она всего лишь уборщица была, как бы твое время тратить, чтобы ты об этом переживал, чтобы ты отвлекался на это. Тогда пророк, салаллаху ва-та-аля, сказал, покажите мне ее могилу. И сходил к ней на могилу и прочитал за нее саля, джаназа пророка, салаллаху ва-та-аля, вот такой был гылк, такой был ахляк, качество пророка, салаллаху ва-та-аля, по отношению ко всем людям. Он не разделял богатый, бедный, такой статус у этого человека или такой. Мияр аинда Аллаха. Перед Аллахом, субханах, самый лучший, это тот, кто более набышный. Да, есть среди людей старики, которые покрылись сединой, которые уже у них слабые кости, маленькие дети, к которым мы также должны относиться к ним, или те люди ученые, или те люди, которые совершили для ислама благих, много хороших дел. Конечно, мы должны к ним также относиться, но, иншаллах, если они будут тяква, если они будут богобоязненно, набожными, то в первую очередь к таким людям нужно проявлять более такое хорошее отношение. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Также пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, К возвеличиванию Аллаха относится почтительное отношение к мусульманину, дожившему досидин, знающему Кур'ан и не допускающему низлишеств, а также почтительное отношение к справедливому правителю Раваху Абу Дауд. Мусульманин убежден всегда, что Аллах, салаллах, почтил его, то, что Аллах проявил к нему карам, и это ему дает то, чтобы он понимание, чтобы он также заботился к другим мусульманам, к другим братьям. Сколько людей есть, которых не видно на телевизоре, которых, может быть, они незаметны среди людей, но, может быть, он самый дорогой перед Всевышним Аллахом, салаллаху алейхи вассалям. Также, пророк, это, если человек будет так относиться к своему брату, каждому, не разделяя на его положение, на его статус, тогда это, в нем есть, в нем есть скромность, к чему нас призывает ислам. Как сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, инна Аллаха авхаа илейя анта вадау, хатта ла ябгий ахадун аля ахад, ва ла яфхару ахадун аля ахад. Поистине, Аллах внушил мне, что вам следует вести себя скромно, так, чтобы ни один из вас не поступал с другим несправедливо, и чтобы ни один из вас не проявлял высокомерие по отношению к другому. Один из наших братьев, после Рамадана я его навестил здесь в гостинице, он из арабской страны, может быть, многие его знают, один шейх, и он говорит, у меня есть сегодня радостное событие, мне вот пришло подтверждение, что он является прямым потомком пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Он говорит, мы знали, что мы относимся к ним, ну вот пришел документ, является амин аль-ашраф. И потом, когда я сказал одному брату, тот его поздравил, и он мне говорит, асад, зачем ты сказал, говорит ему. Я говорю, ну, машаллах, мы за тебя порадуем. Не для этого я тебе говорил, просто я хотел свою радость с тобой разделить. Для меня, шараф, для меня, конечно, почет, что я потомок пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, но я не хотел бы пользоваться своей родословной, чтобы меня возвышали из-за этого люди, что я потомок пророка, салаллаху алейхи вассалям. Поистине, целый клан есть курашитов в Мекке, из них есть богобоязненные люди, из них есть те даже, которые намаз не читают. Наилучший из вас кто, кто более набожный, сказал Аллаху алейхи вассалям. Дядя пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, в аду, именно то поспособствовало, что один из причин, то, что он не произнес, то, что он пошел за своими дедами, которые поклонялись идолам. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, рядом с Абу Талибом сидел, «Я Амми, я Амми, кул ла иллаха илла Аллаха, ашфау ла ка яума л-кияма». О, дядя, о, дядя, скажи «Ла иллаха илла Аллах», одно слово, я заступлю за тебя в судный день. С другой стороны, курашиты, которые были, его родственники, говорили «Я Аба Талиб, а тя трудо ан миллати Абдуль Мутталиб». О, Абу Талиб, отдаляешься ты от милли, от пути Абу Абдуль Мутталиба, ведь мы поклонялись всегда идолам. И так он ушел из этой жизни, не сказав «Ла иллаха илла Аллах». Поэтому есть такое высказывание «Аль-хак ла ю'араф бир-риджаль, бали риджаль ю'арафуна бир-хак». Поистине истина не познается через мужчин, а мужчины познаются через истину. То есть нельзя сказать, например, если такой-то человек так сказал, значит это все «патай», то, что это все уже точно, достоверно. Не нужно смотреть, кто что сказал, а нужно смотреть, что он говорит на слова, истину ли он говорит или нет. Абу Ма'рур имен Суэйд передает, что однажды он встретил Абу Зарра. Увидев на нем и на его слуге одинаковую одежду, он спросил его о причине этого, и он сказал, как-то раз я стал ругать одного человека, Билаля ибн Раббаха, он из Эфиопии, темнокожий, которого я попрекал его матерью. Он ему сказал, я ибн Сауда, он сын темнокожий. Услышав это, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал мне, «Я, Аба Зарр, аайяртаху би уммих, инна камруун фика жахилия. Ихванукум, хавалукум, джаалхуму Аллаху тахта айдикум, фаман кана ахуху тахта ядих, фальютым хумимма якул, вальюльбисху мимма яльбис, вала тукаллифухум ма яглибухум, фаин каллифтумухум, фааайнухум». Тогда он сказал мне, пророк саллаллаху алейхи вассалям в тот момент, «О, Абу Зарр, неужели ты попрекал этого человека его матерью? Поистине ты человек, в котором сохранились остатки невежества, джаилия. Ваши рабы являются вашими братьями, которых Аллах делал подвластанными вам. Так пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его тем же, что ест сам, и одевает его так же, как одевается сам. «Не поручайте им ничего непосильного для них, а если поручите, то помогайте им». Раваху аль-Бухари. Анас бин Малик, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям переселился в Медину, он был его помощником, маленький мальчик. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда его послал на какое-то дело, увидел его, что по дороге на базаре, на рынке он играл с мальчиками. И тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям, хотя он был его, служил ему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, я унейс, уменьшительно, ласкательно, о, если на русский перейти, о, анасчик. Говорит, ты пошел туда, куда я тебя велел, я как раз иду, посланник Аллаха. Пророк, саламу асалам, не сказал ему ни разу, замечания не сделал, ничего не сказал. То есть такой добрым, в добром виде он ему сказал, посланник Аллаха, такой был нрав в отношениях пророка Мухаммада, саламу алейкум асалам. Потому что Аллах, субханам а та али, и посланник Аллаха запретили унижать людей. Запретили унижать людей. И Аллах, субханам а та али, в Коране, когда Нуха, алейхиссалям, то есть за ним пошли многие такие, которые были нестатусные люди. И когда Аллах, субханам а та али, не послал в Коране вот этот вот рассказ о Нухе, алейхиссалям, когда его народ сказал ему, «Ма нора ка илля башарам мисляна, ва ма нора ка таба'а ка илля ладзинахум аразилуна бадия ра'и, ва ма нора лакум алейна мин фадлим, бель надзуннукум казибин». Его народ сказал, «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас. Но даже они последовали за тобой, не подумав. Мы не видим, чтобы вы чем-либо превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами». А Всевышний, Аллах, Субхану Аталья, запретил Нуху, алейхиссалям, слушаться их в этом и сказал, «Ва ла татрудил ладзина яд'уна раббахум билгадати ва ла аши'и юридуна ваджха. Ма алейка мин хисаби химин шай, ва ма мин хисабика алейхим мин шай, фататруда хум фатакуна мин аззалимин, ва кذалека фатанна ба'адахум би ба'адын ли якулю, аха улай манна Аллаху не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику. Ты не в ответе за них, и они не в ответе за тебя. Если же ты их прогонишь, то окажешься одним из несправедливых. Так мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен, говорит священно Аллаху субхану ата'аля? Рок Мухаммад салаллаху алейхимасалям сказал, «Аль-Муслиму, аху-ль-Муслим, ла-я-злимух, ва-ля-я-хзулух, ва-ля-я-хкирух, а-та-ква-ха-ху-на, ва-я-ширу-иле-садри-хи-талаз, би-хасби-мри-ин-мин-а-шар-у, а-ня-хкира-аха-ху-ль-Муслим, кул-лю-ль-Муслими а-ля-ль-Муслими харам, дам-у-ху, ва-мал-у-ху, ва-ир-духу, мусульманин мусульманину брат, и он не должен не притеснять его, не оставлять его без поддержки, не презирать его. А богобоязненность вот здесь три раза указал на грусть посланник Аллаха, достаточно зла делает человек, который презирает своего брата в исламе. И для каждого мусульманина должно быть неприкосновенным жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Раваху аль-Муслим. Поистине тот человек, который презирает своего брата мусульманина, Из-за высокомерия по отношению к нему. Высокомерие наихудшее качество человека. Наихудшее качество. Пророк Мухаммад сказал, «Не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие, весом хотя бы с пылинку», сказал пророк. И также посланник Аллаха исправлял неправильные взгляды по отношению мусульман. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Иннаху лаятир раджулюль азима ссамин яумал кияма, ла язину аинда Аллахи жанаха бауда». «Ва кала икрау, салану кийму лахум яумал кияма ти вазна». Поистине в день воскресенья, в день судный день, непременно приведут важного, то есть который при этой жизни был важный такой, тучного человека, который окажется перед Аллахом легче комариного крылышка. И тогда сказал Аллах, читайте аят в Куране. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читайте аят в Куране. И в день воскресенья мы не определим для них никакого веса. Дай Аллаху субхану алейхи нам, чтобы мы извлекли для себя урок из положения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из его сподвижников. Они голодали днями, месяцами, годами, так что даже привязывали к животу камни от голода, сахабы, радуану Аллаху алейхим. Ходили в заплатанной одежде, зашитой одежде. Большинство из них были до принятия ислама рабами, вольноотпущенниками или просто простыми людьми, не имевшими веса в обществе. И Всевышний Аллах возвеличил их посредством ислама, возвысив их положение, он был доволен ими, рады Аллаху анхум, и они были довольны Всевышним Аллахом. И обещал им рай, поистине величие только принадлежит Аллаху субхану ата'аля, посланнику и верующим. Поистине почет Аллаху принадлежит посланнику Аллаха и верующим. Акулю ма тасмаун, астагфираллаху ле валакум, вали саирил муамирин, мин кулли дзамбе, фастагфируху индаху хуал гафуру рахим, аль-джаваду аль-карим, аль-сами'у аль-ду'а. Уважаемые братья, маленькие примеры приведем из сахабов, как у них было отношение к своим братьям. Руя анна Умар бин Абдул-Азиз, атау лейла тандаиф, вакана яктубу факада стираж, ятфа, ютфа, факала аддаиф, акуму или мисбахи фаслах. То есть к Умар бин Абдул-Азизу, правителю, пришел гость, и когда он писал, уже лампа, уже заканчивался керосин, и чуть ли не потухла лампа. Тогда сказал его гость, давай я схожу и залью туда керосин. Тогда на что ответил Умар бин Абдул-Азиз, не является гостеприимством мужчины, чтобы он использовал в своих делах, домашних делах своего гостя. Тогда гость сказал, тогда скажи прислуге, разбуди его. Умар сказал, Поистине, это первая ночь он ночует в моем доме, мой рабочий. Не нужно его будить. Сам пошел, сам заполнил эту лампу керосином. О, правитель правоверных, президент, правитель, ты сам пошел, сам залил лампу керосином. На что ответил, Я когда шел заполнять лампу керосином, я был Умаром. Когда возвращался, я также остался Умаром. И ничего это от меня не избавило, не удалило от меня ничего. И самый наилучший из людей, тот, кто скромно себя ведет перед Всевышним. Абу Хурейра тогда был амиром Медине и на себе нес дрова. И говорил, когда шел, освободите, дайте дорогу Амиру, к тому Амиру, который несет на себе дрова. Умар Аблин-Хаттаб нес также в одной руке мясо, в другой руке свою кольчугу, и он был правительным мусульманом, то есть не заставлял кого-то, чтобы за него несли. И также Али, рада Аллаху, он нес на себе мясо, нес на себе какие-то продукты. И когда он нес на себе вот это мясо, тогда ему сказали сахабы, давай мы возьмем, понесем, о правитель мусульман, о Али, рада Аллаху, на что сказал он, Нет, говорит, глава семьи, он в первую очередь должен нести то, что для его семьи. Такие были качества сахабов. И также пророк Мухаммад, как передается от Анас бин Малик, То есть не было ни одной старой женщины в Медине, чтобы не взяла на за руку пророка и пророк саллаллаху алейкумсалям, и пророк саллаллаху алейкумсалям шел с ней по их нуждам, куда им нужно было идти. Рад Аллаху, Субтитры создавал DimaTorzok